Что происходит после того, когда преподаватель создал курс, пусть даже по такому шаблону, где уже предусмотрены некие разделы готовые для наполнения, какие-то предварительные советы. И что происходит у руководителя организации, когда он хочет отслеживать работу массой преподавателей, как у них идет работа, насколько она, на каком этапе находится. Это проблема. Преподаватель вынужден вспоминать, чему его учили, читать инструкции, обращаться к консультантам. Давайте мы рассмотрим процесс, который объединит эти две длинных во времени задачи в одно целое с помощью специального плагина под названием «Рабочий процесс» или «Workflow», разработан в Открытом университете в Великобритании. И, по-моему, он сочетает удачно вот эти два процесса, работу автора с учетом требований методики, педагогики, его задач, потребностей учеников, студентов и руководителей, которые хотят видеть, что же происходит быстро, одним взглядом по созданию курса. Давайте я включу в этом курсе режим редактирования и добавлю этот блок под названием «Рабочий процесс». «Workflow». Вот он уже мной подготовлен. А давайте я сразу его размещу, перемещу в раздел блоков слева, чтобы он не отвлекал. Хотя ученики и студенты его не увидят, его будет видеть только преподаватель. Что же в нем есть? Текущая задача – разместить программу курса. Кто ответственный? Учитель. Тот, который является учителем в этом курсе. Их может быть и больше. А и тогда программа покажет, сколько таких ответственных. Что требуется? Какой результат? Требуется наличие программы курса в виде файла в блоке «Общие сведения о курсе». Вот этот блок. Вот здесь его надо разместить. Преподавателю до того, как он начнет что-то конструировать. Он должен уметь. Из чего состоит задача? Нужно отмечать шаги, которые будут отслеживаться на всем сайте. Включить редактирование курса. То есть уметь включать эту кнопочку. Открыть проводник на компьютере и перетащить файлик в этот блок. Увидеть ниже кнопку «Завершить эту задачу». Вот «Завершить эту задачу». Понимаете? То есть у учителя, у конструктора курса или преподавателя курса есть пошаговый алгоритм по этой первой задаче. По размещению программы курса. И если он нажмет «Завершить», может написать какой-то свой комментарий, а может ничего не писать. Это он пишет уже методисту, администратору портала, руководителю организации. «Прошу проверить программу». И как только он нажмет «Завершить эту задачу», то платформа направит соответствующее письмо. И этот рабочий процесс перейдет на следующую фазу. Текущая задача – дать название блоком курса. То есть каждая фаза или этап показывает, что надо сделать. И пошаговый алгоритм выполнения каждой вот этой вешки, каждого внутреннего шага или процесса по задаче. То есть преподаватель, разработчик курса, получает четкую инструкцию, пошаговый алгоритм и отмечает галочками, что он сделал, ну и практически это все выполняет. Итак, рабочий процесс у преподавателя есть. Что видит руководство или методист, или организатор учебного процесса? У него есть отчет. Он находится в блоке администратора, администрирования. Там есть отчеты. И один из отчетов так и называется рабочий процесс. Что он дает? Он дает возможность выбрать нужный рабочий процесс, допустим, по разработке курса. А таких рабочих процессов может быть любое количество. Выбирает нужный рабочий процесс и получает отчет. Здесь еще пока активности нет. И только показываю демонстрацию. Но смысл очень простой. На одной странице, по всем курсам, видны шаги и их выполнение. Что начато, что не начато. Что выполнено. А что находится на стадии разработки. То есть сразу, одним взглядом, можно увидеть процесс разработки всех курсов на всем сайте. Не нужно заходить внутрь, открывать, смотреть. Видна полная сводка по каждому. По этому предмету, по этому курсу, по этому и так далее. Видно, кто что делает и на какой стадии находится. Очень быстро. Вы скажете, а как же это все создается? Вот, коллеги, есть такой плагин. Вот он называется рабочие процессы. И в нем можно увидеть вот эти рабочие процессы. Как единый пошаговый алгоритм для преподавателей. А также, может быть, и для студентов, для учеников, которым тоже предлагается какой-то алгоритм на курсе. И он сам помечает. Допустим, это проектная работа или еще какая-то активность. И можно сразу видеть отчетность. И это удобно и самим исполнителям, и организаторам одновременно. Я сейчас вкратце расскажу, как этот шаблон, как этот рабочий процесс создавался. Вот он у меня состоит из пяти шагов. Вот его название. Назначается роль. Описание этой задачи. Вот таких пять задач есть. И последняя задача заканчивается. Давайте еще посмотрим поподробнее, как же этот шаг создается. Название, требуемый результат, что выполняется после выполнения каждого шага. Например, направить имейл по этой задаче менеджеру, руководителю. Тут, может быть, и администратор сайта, или любая другая роль. Высылается уведомление. После завершения задачи отправляется вот это письмо. Но этап не завершается. И ниже идут задачи по этому шагу. Включить редактирование, открыть проводник, перетащить в файл и завершить задачу. То есть очень простые задачи по каждому шагу. Как эта задача шага создается, из чего она состоит. Просто вставляется название задачи. Возможно, указывается ее номер. И все. Вот так вот создаются задачи по каждому этапу, по каждому шагу. И здесь мы видим, кому назначается ответственность за этот шаг. В данном случае учителю. Может быть, еще и ассистенту. А также, может быть, и студенту. То есть студенты также могут получать какие-то рабочие процессы в рамках этого курса. Вот, пожалуй, и все. Что я хотел сказать. Этот плагин бесплатный. Вы можете его поставить. Но я еще раз подчеркиваю. Теперь работа преподавателя разбита по задачам. Где он может отмечать вручную то, что он сделал. То, что он умеет. Дает название. Умеет вот это. Умеет написать комментарий по этой задаче вот здесь. И все. Все идет планомерно. Спасибо вам за внимание. Посмотрите на эти инструкции и выполняйте по этим инструкциям по отработку своих курсов, так как это предложено. Всего доброго.